Как вы знаете, я был скептиком, гордым скептиком, но я изучил биткоин, узнал о нем все и теперь я верю в него. Генеральный директор BlackRock Ларри Финк, человек, который возглавляет крупнейшую в мире компанию по управлению активами, подтверждает свою веру в криптовалюты. Вы стали лидером в принятии криптовалюты. Вы сделали так, что люди теперь могут зайти в биткоин. И мы слышали, что теперь вы думаете про эфириум? Посмотри сегодняшнее видео до конца. Мы поговорим о притоке средств в биткоин ETF, инвестициях BlackRock в эфириум, новом вице-президенте Трампа и о многом другом. Не забудь поддержать видео лайком. Это помогает каналу расти. За последние 30 дней мы приросли на 12 тысяч подписчиков и все благодаря твоей поддержке. Большое спасибо. Для начала давай послушаем самого Ларри Финка о том, почему он верит в биткоин, эфириум и криптовалюты и как геополитическая ситуация влияет на рост популярности биткоина. Как вы знаете, я был скептиком. Я был гордым скептиком. Но я изучил биткоин, узнал о нем все и сказал, хорошо, вы знаете, мое мнение 5 лет назад было неправильным. Я верю в биткоин и его сегодняшние возможности. Я верю, что биткоин легитимен. И я не пытаюсь сказать, что им не пользуются для злоупотреблений, но во всем остальном они тоже есть. Биткоин – это законный финансовый инструмент, который позволяет вам иметь некоррелированный тип доходности. Я считаю, что в этот инструмент нужно инвестировать тогда, когда тебе очень страшно инвестировать. Это инструмент, в который нужно инвестировать, если ваша страна обесценивает вашу валюту за счет избыточной печати денег. Многие страны так делают. Я считаю, что у нас есть страны, где люди боятся за свое повседневное существование, и у них теперь есть возможность инвестировать в то, что не контролируется их страной. Биткоин дает им больше финансового контроля. Поэтому я очень верю в то, что биткоину есть место в вашем портфеле. Я считаю, что он станет одним из классов активов, на которые будут обращать все в этом мире. И я рассматриваю его как цифровое золото, как я уже говорил. И я думаю, что есть реальная необходимость в том, чтобы все смотрели на биткоин как на альтернативу существующей системе. Если говорить о надежде, то биткоин это не инструмент для нее, если только вы не надеетесь, что заработаете на нем много денег. Но я смотрю на биткоин как на средство, с помощью которого вы страхуетесь от всего, что вас больше всего пугает в этом мире. И я считаю, что для биткоина есть большое промышленное применение. Думаю, что многие люди пока этого не замечают. Не могу не согласиться, и я изменил свое мнение о нем после ваших слов. Я хочу поблагодарить Ларри Финка за оптимизм. Пока я записываю сегодняшнее видео, появились последние новости про эфириум. Комиссия по ценным бумагам и биржам США только что запросила окончательные документы для запуска спотовых эфириум ETF. Это означает, что запуск ETF может состояться уже в июле, 23 июля 2024. В обновленной информации от старшего аналитика Bloomberg по ETF Эрика Балчунаса говорит, что интуиция Нейта оказалась верной. Нейт утверждал, что спотовые эфириум ETF будут одобрены уже на этой неделе. Вторник, 23 июля. Это, конечно, при условии, что не возникнет никаких непредвиденных проблем в последнюю минуту. Так что пристегнись, если ты держишь эфириум. Мы знаем, что с тех пор, как BlackRock и другие эмитенты запустили спотовые биткоин ETF, их активно покупают. С момента запуска в январе биткоин ETF побили новый исторический максимум по общему притоку средств – 16,35 миллиарда долларов с января этого месяца. Увидим ли мы нечто подобное после запуска спотовых эфириум ETF? Я думаю, что заголовки в новостях, скорее всего, будут такими. После запуска спотовых эфириум ETF прошла неделя, две, три. Но эфириум ETF не оправдали ожиданий. Вот о чем будут говорить СМИ. Естественно, это может привести к давлению на цену эфира. Но на дистанции в полгода и больше ситуация переменится. Почему я так говорю? Потому что в 2023 году после запуска фьючерсных биткоин ETF были запущены фьючерсные эфириум ETF. И, естественно, они не смогли ослепить всех своих дебютом, особенно на фоне фьючерсных биткоин ETF. Это привело рынок к небольшому разочарованию тогда. Поэтому я надеюсь на лучшее, но ожидаю потенциально худшего. Повторюсь, речь идет только о первых неделях после запуска. Но в долгосрочной перспективе я ожидаю, что спрос на спотовые эфириум ETF будет высоким. Также позитив. Дональд Трамп заявил, что выбрал друга криптовалют Джей Ди Вэнса в качестве кандидата вице-президента. Еще в 2022 году сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс сообщил, что владеет биткоинами на сумму 250 тысяч долларов. И он же поддерживал конкретные законы в поддержку криптовалют. Вот как Джей Ди Вэнс поддерживает криптовалюты и почему криптосообщество в восторге от такого заявления Дональда Трампа. Джей Ди Вэнс – кандидат вице-президента в команде Трампа и, скорее всего, он им станет. И он решительно поддерживает криптовалюты. Он проголосовал за отмену закона SAB-121, который был антикриптовалютным законопроектом. Джей также голосовал за совместную резолюцию по отмене правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США о том, что банки должны отчитываться о криптовалюте на своем балансе. На эту резолюцию, правда, наложил вето Джо Байден. Джей также обрушивался на Гэри Гэнслера в открытом письме, в котором обвинял председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США в атаке против биткоина и криптовалюты. Это еще одно доказательство того, что Белый дом Трампа выступает за криптовалюты. Таким образом, возможный будущий вице-президент США также занял позицию сторонника криптовалют, как и Дональд Трамп. Естественно, новости о том, что Трамп выбрал именно такого человека на пост кандидата вице-президента, а также заявления генерального директора BlackRock Ларри Финка повлияли на рост биткоина. Также немцы больше не могут продавать биткоины, потому что их кошелек абсолютно обнулился. Это означает, что давление продавцов на цену биткоина ослабло. Кроме этого, на давление продавцов повлияло и то, что на уровне 61 600 долларов продажи со стороны долгосрочных держателей биткоина, которые продолжались 7 месяцев, как ты видишь на этой диаграмме, закончились. Это означает, что давление продавцов ослабло. Совокупность этих факторов значительно ослабила продавцов на рынке. И это открыло дорогу для роста биткоина. Однако сейчас, как ты видишь, биткоин немного подскользнулся, потому что с кошелька MTGOX было отправлено 44 527 биткоинов на сумму 2,84 миллиарда долларов. И рынок испугался, что сейчас может произойти массивный дамп. Однако оказалось, что MTGOX снова переводит биткоины с одного холодного кошелька на другой. И выплаты будут производиться с 1 июля по 31 октября. Но по оценкам, большая часть придется на сентябрь. С другой стороны, не все кредиторы будут продавать. В опросе 45% из них сказали, что не будут продавать. Так что это больше FAT, чем что-то стоящее. Однако стоит за этим следить. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok